Приветствую вас, дорогие братья и сестры Церкови Иисуса Христа. Кудайга Алкиш для наших братьев и сестер Азиатов. Эйса Тирю. Христос воскрес для украинцев. Воистанно воскрес. Христос воскрес для россиян, для русских. Христос воскрес для белорусов наших. Христос воскрес для англичан. Езус смартвых стал для братьев и сестер из Польши. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Братья и сестры, мы имеем сегодня особый праздник. Особый по разным параметрам и понятиям. Но воскресший Иисус тот же самый. Вчера, сегодня и вовеки. И поэтому апостол Павел к евреям говорит. Посему оставим в начатке учения Христова, 6 глава, 1 стих. Поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. Потому что это нам знакомо. А также учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и суде вечном. И он говорит, и это сделаем, если Бог позволит. Братья и сестры, сегодня Бог позволил нам. Говорить о Его светлом Великом Воскресении. В результате чего нас ожидает воскресение из мертвых. И это одно из глубочайших учений нашего вероисповедания. В основании сегодняшней короткой проповеди я хочу положить местописание. В Евангелии от Луки, 24 глава, 1 стиха. Мы будем читать только в русском переводе. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же неудомевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Братья и сестры, читая это местописание, мы находим, что камень от гроба был отвален. И я так думаю о себе, для чего был отвален камень? Для того лишь, чтобы Иисус вышел из гробницы, из гроба? В этом не было надобности. Потому что Он воскрес в новом теле. Для которого не было физических препятствий, ни дверей, ни камней, ни входа, ни выхода. Дорогой мой друг. Этот камень был отвален для того, не для того, чтобы он вышел. Но для того, чтобы мы вошли и увидели, что нет живого между мертвыми. И мы убедились в этом. И мы верим в это. Хотя по многим предсказаниям и рассказам, под указанием того временной власти, написано, что и до сего дня многие верят, что Его украли ученики Его. Но мы с вами празднуем воскресение Иисуса Христа. Которому нет подобных. И не будет. Важность воскресения Иисуса Христа. Некоторые пункты Слова Божьего, на основании которых основана наша вера. Во-первых, через воскресение Иисуса Христа, Иисус открылся Сыном Божьим. Согласно римлянам первой главы четвертого стиха, Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Вы помните, когда шли ученики в Маус? И к ним подошел Иисус, которого они не узнали. И они рассказывали Ему свои надежды, свои планы, свои видения. И говорили Ему о том, что они надеялись, что Он восстановит Царство Израиля. Но оказывается, что Он открылся через Его воскресение Сыном Божьим, и они это поняли. Второе. Иисус воскрес для нашего с вами оправдания. Он воскрес, бывший преданным за наши грехи, говорит апостол Павел, И воскрес, как убиенный плотью, воскрес для того, чтобы нас с вами оправдать. Следующее. Иисус Христос ожил, то есть воскрес, для того, чтобы владычествовать и над мертвыми, и живыми. Дальше апостол Петр говорит нам, что благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресениями Иисуса Христа из мертвых к купованию живому. Он нас с вами воскресил, возродил к купованию живому. Через воскресение Иисуса Христа Бог нас с вами спасает. И если нет веры в воскресение Иисуса Христа, этого превеликого чуда Божья, нет спасения. Поэтому, дорогие друзья, дальше говорит апостол Павел такие слова. Ибо Он, то есть Господь, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Смотрите, дорогие друзья, Бог представил всем удостоверение Божье. Право, лайсенс. И Он представил это всем способом воскресения Иисуса из мертвых. То есть, Иисус имеет право имеет удостоверение спасать нас с вами. И последнее. И мы, говорит апостол Павел, благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям, воскресил Иисуса Христа. Что обещал Он, то и исполнит. Мы поем. Как я уже сказал, братья и сестры, сегодня необычное празднование Пасхи. Мы никогда не думали, что мы будем праздновать такое великое торжество в таких условиях. Но Господь так допустил. И мы надеемся и доверяем Ему. наша надежда на Него. Мы молимся, братья и сестры, чтобы в этих обстоятельствах, как говорит апостол Павел к филиппийцам, и не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. да будут наши сердца и помышления во Христе Иисусе под помазанием и под влиянием Божьего мира. Христос живой, братья и сестры, и поэтому и мы живы с вами. Христос воскрес, и мы воскреснем с Ним. И в заключение я хочу прочитать слово водрения для Церкви, для народа Божия. Господь, свет мой и спасение мое. Псалом 26. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня, мы читаем английский перевод в тексте. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы предбывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Мы, братья и сестры, в наших домах сегодня, пребывая в общении друг с другом с нашими родственниками, детьми, а кто и наедине, мы пребываем в доме Господнем, потому что Он в нас, мы в Нем. Это, братья и сестры, особенная характеристика дома Господня. пребывание Его в нас, а нас в Нем. Но Давид говорит, я желаю и жду и прошу Господа одного из вещей, чтобы посещать храм Его. Братья и сестры, надежда нашего Христа. Надеемся, что настанет, верим, что настанет время, и надеемся, настанет очень скоро, что мы все снова соберемся, обнимемся, поприветствуем друг друга, приветствуем целованием святых, и это будет великая благодарность Господу. А пока мы там, где есть. И пускай Бог хранит нас до времени встречи в Храме Господнем. Да благословен будет наш Господь, и имя Его прославлено. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Помолимся. Господь. Господь.